Здравствуйте! С вами программа «Добро пожаловаться». Мы начинаем с рубрики «Жалоба недели». Вот что наших зрителей беспокоит больше всего сегодня. Каждый день мы принимаем жалобы от телезрителей. Наиболее часто выделяем в проблемы и пытаемся с ними разобраться совместно с жителями нашего города. На этой неделе нижегородцы высказали свое мнение относительно качества моторного топлива. А были случаи, что заправлялись бензином некачественным? Мы чувствовали какую-то разницу, допустим? Да, было. А у моего друга вообще машина встала. Просто двигатель полетел. А было пару раз за городом. Сразу тряска началась на низких оборотах, и в приборной панели вышелся чек-энжен. Скажите, а были случаи, когда бензин попадался такой-то некачественным? Да, были. А как вы почувствовали? У меня машина потом врахлила. Было у меня вообще не завелось, а не раз машина я вызывала мастера. Нет, такого не бывает, потому что заправляюсь только на проверенных АЗС и никогда не заправлю свой автомобиль на непроверенные станции. И особенно на заправках, которые находятся за чертой города. Результаты еженедельного голосования на сайте ННТВ показали, что большинство участников оказались недовольны качеством моторного топлива. Как действовать потребителям в данной ситуации? В первую очередь сохранить чек, но никогда не огорчаться, если чек вдруг случайно был несохранен, он был выкинут, так как можно найти другие доказательства. Это и свидетельские показания людей, которые находились вместе с автомобилистом. Также это могут быть записи с видеорегистраторов, с камер видеонаблюдения, даже выписка с банковского счета, чтобы была покупка с такой-то карты, если бы производился безналичный расчет. Следующим этапом нужно доставить свой автомобиль после поломки, в то время, когда он был замечен, на станцию технического обслуживания. Куда, точнее, уже будет вызываться представитель автозаправочной станции вместе с экспертами для разбора автомобиля и взятия пробы бензина. Также в случае заправки некачественного топлива нужно постараться в этот же день взять пробу бензина с автозаправочной станции. Также это желательно сделать с экспертом, либо со свидетелями, и пробу нужно обязательно запечатать, описать, какой бензин, сколько, все это оформить на канистре, отдельной маленькой бумажкой приклеить и отложить. Вот, и в дальнейшем уже вызываются эксперты, вызываются представители автозаправочной станции, обязательно с телеграммой, потому что на обычные письма они не реагируют. И уже проводится экспертиза, на основании которой показывается то, что действительно пробы взятые из автомобилей, пробы взятые с автозаправочной станции идентичны и привели к поломке авто. Если экспертиза сыграла в вашу пользу, пишется претензия, о которой я уже говорил, данная претензия направляется уже, опять же, автозаправочной станции, либо юридическому лицу, который заведует этой станции. После семидневного срока, если нет реакции на претензию, идет жалоба в суд, конкретно с кого-то заявление, в котором указываются все понесенные убытки лицом. Обман, как уголовно наказуемая статья, появилась еще в законах Древнего Рима. Древние римляне приравняли мошенничество к преступлению. На Руси это случилось в эпоху Ивана Грозного, который определил и меру наказания. А мошеннику та же казнь, что и вору. В наше время наказание смягчили и пронумеровали статья 159 Уголовного кодекса. Наказание по 159 – тема нашей сегодняшней программы. Седышев Виктор Викторович, уроженец Самарской области. Год рождения – 1983. Осужден за мошенничество на 12 лет. Отбывает срок в колонии строгого режима. Я работал в полиции водителем. И там с товарищем подделали талоны на горючие смазочные материалы. Так получилось то, что... Я думал, что подделали одну сумму, а получилась немножко другая. Ущерб составил 4,5 миллиона. Сначала получилось то, что попробовали, а потом по накат, наверное, пошло. Я думал, что там в районе 300-400 тысяч будет. А там ущерб другой составил, совершенно другие цифры. Через полгода взяли на заправки. А взяли почему? Потому что в городе бензина не осталось. В городе бензина не осталось? Ну да, то есть для УВД. Думал то, что остановимся раньше и не так это все отразиться на всех. В тюрьму никто не хотел. И, соответственно, хотели вернуть деньги, чтобы самого факта мошенничества не было. Встречался непосредственно с начальником этой автозаправочной станции. И он сказал то, что ущерб составляет 4,300. В месяц поставили срок, чтобы вернуть деньги. 4 миллиона? Ну да. Не убыли эти деньги? Была возможность? Нет, такой возможности не было. Потому что я на тот момент посчитал, что это вообще, то есть, списали все недостачи, то есть все, что вообще есть на нас. Ну, во-первых, то, что недостачи, как оно всегда, это бывает, это везде. А во-вторых, то, что когда есть на кого свалить, то сваливают больше. Ну, а где их взять? Начали выяснять, где можно взять кредит сначала. Ну, как это обычно бывает. С кредитами не получилось. Ну, и так, общими усилиями. Кто-то сказал в шутку, кто-то поддержал. В общем, решили мы ограбить инкассаторов. Выбирали не столько банк, не столько службу, а сколько место. То есть, возле почтового отделения. То есть, довольно-таки тихий закуток. Ну, и вот попало, что вот Росинкасс. Организация. Ну, вот не страшно, все-таки вооруженная. Ну, сейчас мне страшно было. Ну, тогда на тот момент думалось о другом. Друга спасая. Вот себя прикрывая. Ну, и чтобы это все заметить, потому что стыдно было очень. Хотя надо было пойти к тому же начальнику, рассказать, как есть, может быть, оно и проще было. Мы стали наблюдать, то есть, в какие дни приезжают, как ведут себя, и что сделать для того, чтобы быть без оружия, ну, и, соответственно, никому не пострадать. То есть, сразу было оговорено, что с собой оружия браться не будет, ну, чтобы никого случаем не убить. А если они стрелять бы на училище? Ну, вот. У нас на всех один бронежилет был. Подогнали мы машину. Купленную. Специально для этого дела. Поставили ее. В ней сидело три человека. На второй машине сидел водитель, на котором мы должны были скрыться. Ну, и я вот на улице стоял, ждал, когда они приедут в форме дворника. Ну, они подъехали, как каждое утро подъезжают. Ну, и тут все началось. То есть, ну, примерно где-то секунду двадцать у нас все это заняло. Забрали мы оттуда где-то десять с половиной миллионов и уехали. Как забрали? Они вышли из машины? Ну, да, они повыбегали. Вот. Сначала вышел один инкассатор. Я оттолкнул его в сторону. То есть, там вся ситуация была в том, что место настолько удобное. Обзор, в общем, минимальный был. То есть, практически никакого. Они были слепы. Ну, и вот они нам на руку повезло, что вот они, там, старший инкассатор, соответственно, автомат оставил в машине, выбежал. Ну, товарищ все-таки оружие взял, травматику. Ну, может быть, нас это спасло, конечно. Потому что водитель, когда открыл огонь, начал отстреливаться. Ну, там, издалека-то непонятно, там, какое оружие. Конечно, там, потом уже разобрались, то, что пули резиновые. Ну, это уже нас уже там не было. Четыре сумки забрал я. Когда они выходили, да? Ну, они все вышли из машины. Я в нее зашел, забрал и вышел тоже. То есть, вот, получилось вот так. Слава богу, что мне только страдало. Нас поймали через восемь часов. Ну, по поводу второго вашего преступления, что скажете? Стоило? Да. Ну, точно, потому что не стоило так рисковать. Потому что, я думаю, что это, здесь это лучший случай из-за... Потому что там могли, ну, просто никто из нас не вернуться, или хотя бы кто-то. Вот, они и были с боевым оружием. То, что, вот, я говорю, кто-то оставил оружие там. То есть, кто-то не успел воспользоваться. Это повезло. Вот, а так-то, если нет ничего лучше, то вот, работать спокойно. Как говорят, семья, дети. Раньше немножко по-другому это для меня звучало. Ну, сейчас это вот. О мошенничестве как о явлении, и о мошенниках как о людях. Мы разговариваем сегодня с начальником пресс-службы Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области. Никишова Елена Николаевна, здравствуйте. Добрый день, Нина Юрьевна. Вот, какого возраста люди наиболее часто попадают в тюрьму по статье мошенничества? Ну, как показывает статистика, это все-таки люди где-то от 30 до 50 лет. В основной своей массе. Конечно, есть и моложе, есть и люди более старшего возраста. Но все-таки основная часть отбывающих наказания за мошенничество такие вот энергичные, молодые, сообразительные люди в категории от 30 до 50 лет. А от 30, потому что к 30 годам накапливается опыт, что ли? Ну, по-видимому, да. Уже какая-то житейская смекалка приходит. Это потом, опять же, образование у наших мошенников. Они ведь, так скажем, люди образованные. Какие-то технические знания уже накапливаются к этому времени. Все это вместе аккумулируется. То есть, получается, это профессия, это такая профессия, я говорю в кавычках, это такая непростая, то есть от сахи туда не попадешь? Да нет, Нина Юрьевна, это скорее вот технически сложные какие-то мошенничества совершаются людьми мужского пола. А когда вот мы говорим, например, вот мы с вами, скажем, социальный работник, у нас сразу образ возникает женщины, согласитесь. И вот тут как раз могут выступать женщины, у которых образование, там, школа за плечами, никаких институтов нет, конечно. Фирстова Ирина Владимировна, 1957 года рождения, Нижегородская область. Осуждена в 2009 году на 7 лет лишения свободы за мошенничество. Я работала директором магазина в области. И, в общем-то, при инвентаризации, при ревизии у нас выявилась большая недостача. И так как я была главным действующим лицом, я обязана была покрыть эту недостачу, так как я директор магазина. И вот подо все, под это я занимала деньги под расписку, и их потом не возвращала. Поэтому вела я себя совершенно неправильно. Но в тот момент я себя не контролировала. И мне нужно было погасить недостачу. Но, тем не менее, я не добилась желаемого результата. Частично я покрывала недостачу магазину, которая была, а частично, конечно, в своих личных целях. Ну, а все деньги я себе не забирала. Все, кто вам давал взаймы, так скажем, да, это все ваши знакомые? Мои знакомые, да. Я к чужим людям не обращалась. В общем-то, эти люди, с которыми я работала ранее, я, в общем-то, работала на таких, будем говорить, хороших должностях всегда, все время. И поэтому люди меня знали только с положительной стороны. Но вот я их доверия не оправдала. И получилось вот так. Может, у вас было какое-то чувство сожаления? Или когда оно у вас вообще наступило? Вы знаете, когда оно наступает, оно наступает, наверное, тогда, когда человек, ты берешь деньги, и ты не отдаешь эти деньги. И человек приходит и говорит, вот так-так нужно эти деньги отдать. Вот чувство сожаления где-то есть. Но в то время вот у меня было, мне покрыть нужно было недостачу. Самосохранение. Я не контролировала себя. Мне нужно было все это сделать. Вот, конечно, вот, будучи здесь, вот здесь, в этих местах, я, конечно, хочу сказать, с первых моментов вот здесь пребывания я осознала полностью все от и до. Каждый человек, у которого я занимала деньги, написал заявление, и, в общем-то, вот, меня судили. Я всегда думала о том, что я эти деньги отдам. Ну, вот, вот, 50 на 50. Вот. Я вроде и думала о том, что, да, действительно, может быть что-то. Ну, а в то же время думала, вот я сейчас отдам, вот я сейчас отдам. Вот сегодня, завтра, послезавтра. Ну, у людей есть границы, градации, которые они переходят. И вот мы приплыли к этому берегу. У меня иск 1,450, а недостача была, по-моему, около миллиона. Ну, как-то я гасила же, у меня свои были какие-то сбережения. Я гасила, и вот получилась вот такая вот. А вы как-то выбирали людей, у которых деньги занимали, или просто вот у всех подряд узнакомились? Нет, ну, как... Кто мог бы дать вам? Ну, да, но вот, которые мне доверяли на протяжении всей жизни. Потому что я, может быть, повторюсь, но, тем не менее, я, в общем-то, занимала такие посты, которые... Ну, люди меня знали. Только с положительной стороны. И всю мою семью, маму, папу. Тюрьма – это очень плохо. Я считаю, особенно для женщины. Для мужчины еще как-то он может это. А для женщины, конечно, тюрьма – это ужас что-то. И я не хочу говорить, кем я работала, но я соприкасалась с приемом на работу людей. Поэтому, когда человек там был где-то в тюрьме и справку приносил, я таких людей не брала на работу. Тем не менее, вот я сейчас оказалась вот в этом супе. Вот. И я хочу просто сказать о том, что человек должен контролировать свои действия в любом случае. И ставить когда-то определенную точку, а не двоеточие. И не многоточие, вернее. Ну, ведь мошенники, как правило, тогда не злые люди, потому что они же обманывают людей, они наносят им вред. Откуда вот такой посыл доброты, что другой-то человек просто за родного принимает? Ну, ведь не зря же говорят, что есть психология преступника, а есть психология жертвы. Видимо, они находят друг друга. Еще Иван Андреевич Крылов, вспомните, в басне «Ворона и лисица» описал такое вот как раз конкретное преступление, когда лисица обворожила просто, и вот сыр выпал. А вот если социальные работники, прикидывается, очень много сейчас социальных работников, то какой контингент людей отзывается на их уловки? Ну, безусловно, это люди пожилого возраста, это наши пенсионеры, наиболее незащищенная часть нашего населения, да. То есть к ним обращаются и с предложением поменять деньги в связи опять с какой-то там реформой, а зная не совсем, так скажем, стабильное экономическое положение в нашей стране. Хотя наших пенсионеров многократно предупреждают о том, что вот это имеет место быть, такие виды мошенничества, они все-таки идут на уловку мошенников, отдают последнее сбережение. Может, мы чуть-чуть поподробнее на этом виде мошенничества остановимся, потому что, чтобы предостеречь наших пожилых людей, вот поменять деньги, как это бывает? Они что, идут, получают пенсию, к ним на улицу подходят? Нет, к ним, как правило, приходят домой, соцработник, допустим, или говорят, что вот мы представляются из какой-то как раз государственной организации. И, ну, там ведь совершенно разные версии возникают там. Это может быть и проверка счетчиков. То есть пока бабушка уходит в другую комнату, второй, так скажем, преступник изымает денежные средства и какие-то ценности. Это, ну, совершенно разные могут быть причины, но нужно сказать, что вот именно эти преступники настолько вызывают доверие, особенно у пожилых людей. А что у них там внутри этих преступников, раз они вызывают доверие? Ведь это же какой-то посыл, энергетика. Нина Юрьевна, ну ведь эти люди достаточно, так скажем, хорошие психологи. Вот даже по своей практике, я знаю, когда в далекие или не совсем 90-е я устраивалась на службу, мне нужно было взять справочку из психоневрологического диспансера о том, что я там на учете не состою. И вот задумавшись, я иду к этому учреждению, там мысли совершенно о другом, и вдруг женщина шаг навстречу и говорит, ой, беда у тебя, ну, это надо сказать, она очень похожа была на цыганку, там, ой, беда, близкий человек так тяжело болеет, там. Я, если честно, растерялась в первые секунды. Ну, потом, так как я сама по профессии психолог, да, понятно, что не зря было выбрано такое место. Ведь сложно представить человека, который идет вот в это, в это медицинское учреждение, да, с каким-то позитивным настроением или просто так. Хорошо, что у меня действительно ничего такого не было, и поэтому я так адекватно смогла ответить. То есть люди выбирают, как правило, место, выбирают жертву. Вообще в психологии есть такое понятие – треугольник мошенничества. Интересно, что это же такое? Здесь три составляющие подразумеваются при совершении этого преступления. То есть какое-то внешнее обстоятельство, чаще всего экономическое, которое подвигает преступника на совершение этого преступления. Затем возможность совершить это преступление и некоторое время скрывать последствия. И еще одна составляющая – это когда человек легко находит себе оправдание своим действиям. То есть он тяжело живет, он не может сейчас, ему детей кормить надо. Или, как у нас в обществе говорят, я не ворую, я возмещаю убыток, ущерб нанесенный государством. Говорят, что к мошенникам на зоне относятся уважительно. Просят совета и доверяют общак. Считается, что мелкое мошенничество больше удается женщинам, а крупная афера требует участия мужчин. Мошенничество под видом социальных работников увлекает возрастную группу от 25 до 45 лет. Для различных регионов нашей страны типичны свои виды мошенничества. Мошенники часто становятся прототипами ярких литературных героев. Они способные люди с артистическими наклонностями. У нас в ВКонтакте и на Фейсбуке есть свои страницы. Заходите, рассказывайте свои истории, общайтесь. Я с вами прощаюсь, а впереди у вас прогноз неприятностей. Здравствуйте! Наступивший период зимнего солнцестояния помог Урану и Плутону войти в аспект напряженности. Не исключены солнечные удары, а также помутнение рассудка у представителей различных знаков зодиака. Наиболее коварным окажется блеснец. Пятый знак тропического зодиака способен напечь голову даже в зимнюю стужу любому жителю Земли. Возможно, под его воздействием в скором времени появится поправка в административном кодексе, после чего водители из-за три нарушения правил дорожного движения будут лишать прав сроком на один год. Знак близнецов в 12-м доме обычно указывает на чрезмерную умственную активность, но иногда возможно исключение. Правительствам было предложено приравнять видео, снятое на телефоны граждан, к записям дорожных камер. Некоторые астрологи уверены, злоупотреблений и субъективности не избежать. Нистовый близнец приготовил сюрприз для российских предпринимателей. Штрафы для юридических лиц за грубые нарушения поднимутся до 60 миллионов рублей. Остальные знаки зодиака обещают вести себя умеренно. Следите за звездами. Куда они, туда и мы. Всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»!